Всем привет, меня зовут Аня. Сегодня, наконец-таки, я хочу вам показать свою коллекцию фотокарт, сколько у меня их накопилось, и вы, в принципе, могли замечать мою коллекцию в организации карт. Но сегодня я хочу сделать подробный обзор моего биндера. Это будет, так скажем, итог за 2021 год. Давайте, наверное, проясню немножечко то, что я не являюсь каким-то заядлым коллекционером, как, например, многие американские кейп-оперы, которые собирают по вот такой вот большой папке А4, по сетам, да и, в принципе, всех мемберов, то есть А7, А9. Я, к сожалению, на такое не иду, потому что мне хватает собирать карты, которые мне действительно нравятся, и я не являюсь таким вот коллекционером, который будет собирать всех мемберов. И, знаете, это очень затратно, и тем более у меня столько денег нету, поэтому я собираю так, как мне нравится, и, в принципе, как вы можете понять, я не все карты могу купить. Но я не жалуюсь, потому что, например, дорогие карты у бантанов, которые, например, есть, я их тоже очень безумно хочу. У меня просто на это нет денег, и я думаю, что моя банковская карта должна немножко хотя бы отдохнуть от этого всего. Вот. Не буду, как бы, долго что-то рассказывать, но единственное, что хочу сказать, что в этом биндере, например, у меня не все группы, которые я стеню. Как я уже сказала, это довольно затратно, стенить всех и покупать каждый релиз. Например, я стеню ту же монстру, которую я не могу никак купить. Вот у меня руки никак не дойдут до этого. Немножко про биндер. Биндер у меня с Алиэкспресса, ссылку оставлю в описании, если вдруг кому-то понравился биндер, у кого еще нет такого. Ну, мне кажется, многие уже его купили. Кто смотрел мою самую первую организацию, где я распаковывала этот биндер, то помнит, сколько у меня карт на тот момент было, а сейчас вы посмотрите, но он уже просто битком. Я, конечно, такого не ожидала, поэтому мне придется заказывать новый биндер, да и к тому же я начала стенить девочек, и я решила, что как только придет мне новый биндер, я переселю мальчика в новый, а в этом биндере, скорее всего, оставлю девочек, потому что девочек у меня тоже поднакопилось, конечно, много. Кстати, есть небольшой минус в том, что тут остается пыль, и сколько я бы его не протирала, он все равно пыльный, я не знаю почему. И также внутри файликов, где лежат сами карты, тоже постоянно какие-то соринки попадают, хотя я вроде стараюсь ничего с ним не делать, я просто перекладываю туда-сюда карты, возможно, от этого там такая пылища. Конечно, на камере это не видно, но в принципе и в жизни так не особо видно. Но когда ты достаешь карты и туда-сюда их, так сказать, перемещаешь, там, конечно, это все видно. Ладно, давайте я буду показывать карты и поставлю коробку с бантанами, чтобы вам было лучше видно, потому что только так я могу вам все это показывать. На первой странице у меня бантаны, и здесь у меня два моих биасика, это Чунгук и Юнги. Как бы много карт с ними я не успеваю собирать, потому что что у Юнги очень дорогие карты, что у Чунгука еще дороже. Так что давайте, наверное, про цены здесь я вообще не буду говорить, я просто начну показывать. Это предзаказка Чунгука из Баттер, я ее выловила в подборе, и на самом деле я оставила как бы приоритет Чунгук, Юнги, Чимин и Хасок, потому что мне очень понравились их предзаказки. Вот, и каким-то образом у меня получилось выловить Чунгука, чему я была очень рада, потому что выловить биаса это очень сложно. Дальше у нас идет Чунгук из Хёр альбома, этот Чунгук мне попался в альбоме, я тогда вообще пищала. Кстати, покупала я альбом Хёр на свой день рождения. Дальше идет Юнги из Фесты календаря. Ищу такого Чунгука до сих пор, и чтобы вы понимали, я его до сих пор не нашла. Его продают за очень-очень высокую цену, и то не одну карту. Ее продают сетом, и как бы я не могу выловить Чунгука. Поэтому решила, пока будет один Юнги, одинешенько. Дальше идет Юнги из Персоны, я его тоже покупала сама, потому что на тот момент карты были не такие дорогие, на них был не такой огромный спрос, да и цены были пониже. И сейчас я понимаю, что, слава богу, я ее тогда купила. Дальше идет Чунгук из BTS в Урл, тоже покупала за низкую цену. Очень рада, что тогда наткнулась на него где-то в барахолке, по-моему. Дальше идет Хасок, которого тоже покупала, тоже был очень дешевый, и мне очень нравится эта карта Хасока, поэтому я как-то особо не задумывалась, решила ее купить. Дальше идет Намджун. Этот Намджун мне выпал в альбоме Семерки, я очень рада, что он мне выпал, потому что очень красивая карта. Он здесь безумно милый, и мне кажется, что это самая красивая карта Намджуна, которая у меня есть. Техён — это первая карта вообще, которая у меня появилась из альбома Ансвер версии С. Я прям была удивлена, что он мне выпал, даже как-то было странно, но я была очень счастлива, что мне выпал именно Техён. Последняя карта Чимина, которую я покупала сама, но мне здесь очень понравился Чимин. Я очень люблю Чимина, именно из этой эры, не знаю, мне он безумно нравится. Покупала я его уже дороговато, за 600 рублей, по-моему. Ну, знаете, это уже как бы дороговато. Хотя вот эти карты я покупала совершенно за другую цену. И как вы можете понять, у меня есть все карты мемберов по одному, кроме Джина. Поэтому сейчас надо искать Джина из Юневого колонка, чтобы хотя бы было Т7. Дальше идут у меня карты из Би, регулярки. И я покупала регулярку без карты Техёна, купила, короче, из Делюкса. Дальше здесь карта Баттер, общая, которая мне попалась в альбоме. Здесь у меня карточки из Вити Косметикс от зубной пасты с щёткой. Это сет был. Я их не продаю по той простой причине, потому что здесь есть джин. Хоть здесь где-то у меня есть джин, поэтому я решила его оставить себе. Дальше мы переходим к Эйтиз. Здесь у меня коллекция карт Чонхо, и поэтому не надо спрашивать, кто мой Биас. Я думаю, что по картам вы абсолютно точно будете знать, что вот этот малыш мой Биас. Этот Чонхо из первого эпизода дебютки я обменяла на своего Юнхо. У меня был Юнхо, но я очень хотела вот эту карту Чонхо из дебютки. И я смотрела цены, и там они, конечно, были, ну, не из дешёвых. Я решила, что лучше я обменяюсь с человеком на желанную карту, и что я, собственно, так и сделала. Дальше идёт второй эпизод Чонхо. Это был мой второй альбом Эйтиз. Я была очень удивлена, что во второй раз мне попался мой Биас. Поэтому я очень обрадовалась, что мне ничего не надо докупать. Я была очень счастлива, что у меня есть эта карта. Дальше идут Вейв и Иллюжин. Вот Вейв я покупала вместе с альбомом. На тот момент я очень искала эту карту, и как-то так совпало, что я увидела объявление, что продают альбом Вейв, эпизод 3. И там как раз-таки была эта карта. Но я такая думала, ну, это же грех не взять вот альбом с этой картой. Вот эту карту я покупала уже сама. И эта карта была насколько... По-моему, уже со 600 рублей её покупала. Но это совершенно не та цена, за которую я бы её отдала. Но, как видите, я её купила всё-таки. Дальше идёт эпизод четвёртый. Эта карта была самая первая вообще в моей коллекции Эйтиз. Я была очень рада, что у меня попался мой Биасик. Вот. Это из чёрной версии, это из белой. Я его покупала сама. Как вы можете понять, все альбомы, которые я покупала Эйтиз, мне только выпал Чунхо два раза. Остальное я всё покупала. Но я очень рада, что Чунхо дешёвый, и его легче собирать. Поэтому мне наоборот, а то как бы в плюс идёт. Дальше идут Ансвер, эпилог. Тоже не попался Чунхо, и я купила с ним только не две карты, а три. У меня ещё одна. Поэтому это из синей версии, это из красной. Короче, тут они очень красивые карты. Хоть они и одинаковые, да, у нас Чунхо любит один и тот же ракурс, но от этого карты не менее классные и милые. Дальше у нас пошла Эра Фивор. И первый Фивор я собрала весь, кроме двух карт, которые я уже ищу на протяжении не знаю сколько. Ссылка вот этого образа и вот этого. Как бы ищу до сих пор, не могу найти. Чтобы вы понимали, моя удача на эти карты пока что нулевая. Кстати, вот эти три я покупала сама. Вот эту я обменивала на Хонжуна из Ансвера. Дальше идёт у нас Фивор второй, Фивор третий. Фивор второй у меня как бы карт мало, потому что мне понравились только вот эти три. Вот эту я обменивала на Сана, эти я покупала. Вот это вообще предзаказка, а это две альбомки. Ну, мне предзаказка очень, кстати, понравилась. Альбомка ММТ из Ансвера. Это вот единственная карта ММТ, которая у меня есть. Она, кстати, по-моему, тоже 600 рублей стоила. Вообще, я думала, что ММТ, они дорогие. Но вот она стоила 600 рублей, я даже как-то удивилась. Фивор третий. Пока мало карт. Сейчас хочу ещё несколько прикупить. Я там видела одну карту, которой мне не хватает. Тоже она дешёвенькая, можно бы её прикупить. Из Дежавю, из Сэншайн версии. Это карта из Лимитки, годовщине ЭТИС. Это как ID-карта. Это детская карта Чунхо. Тоже покупала вроде отдельно, да. И последняя карта Чунхо, которая у меня есть. Это из каких-то релизов, сизен-гритингов и так далее. Это, например, из разбора... Я в разборе участвовала в Духов Лимитных, в стиках. Я не помню, что за бренд с ними сотрудничал. Но вот я в разборе поставила вот на Чунхо. Мне очень понравилась эта карта. И ID-карта Чунхо из Сизен-гритинга 20-го года. Дальше у нас мемберы по одному. Сон Хва из Фивор первого, который мне попался в альбоме. Уйон, который мне попался с Ханжуном в Вансфери. Ханжуна я обменяла, а Уйона оставила, потому что мне очень нравится целка. Ну и Ханжун от меня никуда не ушел далеко. Он мне выпал в альбомке в Фиворе втором. И в предзаказной карте на рандом от Синары тоже выпал мне он. И также Юсан из Фивора второго. Мне понравилась эта карта, я ее покупала. И Юсан от Apple Music тоже мне попалась рандомно. Она мне попалась вместе с Фивором. То есть вот эти две карты у меня были в Фивор версии Фэнкс. Здесь вообще каша. Потому что здесь у нас смесь. Почему-то тут бантаны делают. Не знаю, пока так оставила. Месседжина. Это, получается, Юнитка Чунина и Сенмина тоже что-то тут забыла. Непонятно. И здесь Кай. Но это я пока заполнила пустое место, потому что я хочу купить еще один альбом TXT, чтобы Каю было не одиноко. Дальше у нас тут листочки, которые... Они предназначены для призаказов и альбома Christmas Evil. Дальше у нас идут стреи. Страничка карт с Джессоном Нойси. Тут из трех фотосессий. И дабл сайт. Дальше идет у нас Мирах. У меня есть Минхо и Джессон. Тоже все покупала. Вот здесь, кстати, вот эти странички, это те карты, которые я покупала сама. Это Джессон Ин Лайф. Это Мэйкинг. И Дабл Сайт. Также Феликс. Тоже Мэйкинг. Гоу Лайф Феликс. Тоже Дабл Сайт. Я его тоже покупала. И здесь карты, которые мне выпали в альбоме. Два Бончана. Да, мне тогда они выпали. Но, как по мне, это самые красивые карты Бончана, которые мне выпали. И также Чунин. Тоже Чунина очень красивая и милая карта. Я не стала их не продавать, потому что мне они понравились. Сэн Мин, который мне выпал в Левантаре вместе с Феликсом. Этого Феликса я уже сама покупала. Дальше у меня идет такая смесь. Но в основном здесь у меня Севентин. Здесь карта Юн Джей из Гат Севен. Я тогда хотела собирать Гат Севен, но что-то как-то не сложилось. И это единственная карта Бяз, которая у меня есть. И также карта Даниэля из его сольного альбома. Она вот у меня единственная. И у меня Севентин. Это Джун. Дакеом. Это из одного альбома. И дальше у меня Дакеом. Какие-то релизы. Например, вот это тоже какая-то альбомка. Не помню, как называются эти альбомы. Так что подробно не скажу. Наверное, это концертный мерч. Потому что у них был онлайн-концерт Incomplete. Поэтому эти две у меня есть. Купила вот пока эти две. И также карта из Сизен Гритинга. Ну и постепенно мы перешли к девочкам. Девочек у меня из разных групп не так много. У меня вот тут Vice очень много, конечно, карт. Everglow. У меня есть Onda из дебютного альбома. И Mea из третьего альбома. Не буду произносить. Дальше идёт Розе. Предзаказ как сольнику с Элка. И альбомка The Album. Тоже у меня одна пока. И здесь у меня Еджи из Ити. Из Айси альбом. И еще он из Dreamcatcher. Предпоследний камбэк. Он дай, по-моему, песня называется. И у нас пошли Twice. Это у нас Test of Love. Я решила, что я не буду покупать целый сет. Поэтому пока что вот так вот у меня. Вот эта вот фотокарта была моя самая желанная. Поэтому я до ней долго гонялась. Предзаказка как раз-таки третьей версии. И эта тоже покупала все карты. Вот ни одна из этих карт не попалась мне в альбоме. Я так и знала, что я всё буду докупать. Дальше у меня те карты, которые попались мне в альбоме. И, кстати, я только потом поняла, что у меня попалась Japan Line. И сейчас у меня есть Onni Line. Это Momo, Chinyon и Nayeon. А Japan Line не выпал совершенно вот на рандоме. То есть это Momo, Sana и Mina. И еще Dahyun. Вот. Jihyo, которую я покупала сама из Feel Special. Моя самая первая карта Twice. Это Momo из Wise White Open. Тоже покупала сама. Chinyon из Fancy. Она мне просто очень сильно понравилась. И дальше пошла моя коллекция карт Nayeon. Здесь Nayeon из Wise White Open. Тоже всё покупала сама. Тут также предзаказки. Я решила, что у меня будут альбомки вместе с предзаказками. Yes, oh yes. Вот эти карты тоже всё покупала. И, чтобы вы понимали, у меня вот эти вот три карты, они совершенно одинаковые. Вот. Но мне не хватает красной рамочки. А вот это, это вообще предзаказка. Это, вот, кстати, моя самая любимая карта, наверное, шарик. Feel Special. Вот. Это была моя вторая карта Twice, которую я покупала. Она мне очень нравится. Вот эта рамочка с блёсками тоже красивая. Вот эти карты, в принципе, ничем не отличаются. Наверное, только ракурсом и прическами. Хотя и ракурс, в принципе, тоже такой почти одинаковый. И здесь предзаказка. Такая же, которую я покупала. И шариком Nayeon. Дальше Nayeon Summer Night. Вот эта фотокарта тоже красивая. Но мне всё-таки вот эта больше нравится. И здесь у меня ещё предзаказ. Дальше More and More. Вот это была моя первая карта Yes, oh yes. Это вторая. Фэнси тоже одна пока фотокарта. Но она прикольная, мне понравилась. И из Two Page, по-моему, альбома. Она нестандартная, как вы можете понять. Наверное, тогда Jupe экспериментировал, я не знаю. Вот. Второй карты пока я не нашла. Остались у меня две предзаказки к The Yes, oh yes. Вот. Предзаказка к обычному альбому Yes, oh yes. И это фотокарта из сета к японскому альбому. Respectage, по-моему, так называется альбом. Не буду путать. Дальше у меня тут тоже листики к предзаказкам. И здесь у меня предзаказки к Test of Love. Вот. И также здесь ещё у меня вот такое послание от Summer Night. С Nayeon тоже. Две предзаказки к Yvise Light Open. Я покупала тогда три. С Nayeon с Саной и Minoy. И здесь у меня остались предзаказки к Feel Special. Здесь Чиньон, Джихё, Мина и Чиён. И здесь ещё Цзю. Здесь у меня общие карты Twice. Это As Test of Love, Feel Special и Candy Pop. И тут ещё остались карты ETs. У меня есть все. Четвёртый, четвёртый, второй, третий. Первый, третий, Everglow и Бонтаны. И ещё я здесь храню дверку Феликса, билетик BTS World от Butter. Там вот этот киркот. Здесь также закладка Yunges God7. И такой фильмик Кан Даниэля из его альбома. Вот такой вот. Ну, я надеюсь, что вам понравилось такое видео. И карт, насколько я посчитала перед видео, у меня около 150. Плюс ещё ко мне приедет Christmas Evil, там при заказке, альбомки, плюс ещё и альбом Twice. Вот такая вот у меня небольшая коллекция карточек. Ну, небольшая, как видите, уже весь биндер она заполнила. Ну, в принципе, мне вот этого более чем достаточно. Я пока не готова переходить на большие папки. Мне опять нравится формат как бы биндера больше. Ну что ж, я на этом буду заканчивать свои видео. Ну и подписывайтесь на мой канал. Также можете подписаться на Instagram. Все ссылочки будут в описании. Ну и всем пока!